День юмора и смеха 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 покушать вот и вот это вот когда они вот это сидят вот это вот над этой тарелкой это муки адова это выматывала всех понимаете вот это он сидит вот этой ложкой капусточку туда капусточку сюда вот не удерживали воспитатели и естественно старались заставить съесть и тут борщ они его почему-то особо не любили а еще молоко кипяченое и тут приходит воспитательница соседней группы гитин ну женька то женя павлов по моему я не помню сейчас точно фамилиями гэтну не ест я не могу уже ну как его заставить а тогда же еще и родители как-то сюда приходили говорили он поел сегодня он не поел ну и надо было заставлять вот и она приходит говорит ну заставь и вот значит я стою его застала значит выявила грешение да что это такое ну как это можно ты в мальчик ты богатырь и должен не ну ну все что угодно и чушь не несла а и а вот он на меня так смотрит вот эти вот вот эти две плошки такие так внимательно внимательно но я ему такую речь долгую все говорю ну все смотрю достучалась и говорю жень ну все давай иди и садись ешь и что это такое и он так смотри у тебя глаза такие интересные как у кошки серые все смех хохот и уже конечно никакого торча мой дед борис в селе жили я счета школу ходил у нас дома его спальня выходила на полисадник а за ним был забор штакетник там лавочка была и ночь по ночам молодежь местная сельская там собиралась значит молодежь посидеть там поговорить там почептаться там знаю о любви жизни вот и дедушка выходил там ругался там то камни кидал мне то палками гонял не уходят молодежь мешали спать вот и как-то в один в одну ночь он значит выходит на улицу ночь такая благород лунная красивая молодежь сидит парень с девушкой и парень девушку обнял за талию и сидит что там щепчет на ушко там я не знаю дедушка подклался сзади и приобнял ее с другой стороны за талию и она ему говорит милый а где где эти руки одна вот одна вот а это чья рука говорит и вот с того момента больше там никто не знал что не съел по ночам есть информация что первые праздники дураков или праздники розыгрыша и смеха отмечались в древнем риме и индии когда отмечали праздник весеннего равноденствия народ гулял накрывали столы и пировали тем самым задавали своих богов многочисленных и встречали теплое время года в россию праздник 1 апреля привез петр прорубив это самое пресловутое окно в европу впервые 1 апреля отмечали в 1703 году когда по столице разъезжая глашота и и во всеуслышание заявляли что 1 апреля на центральной площади состоится потрясающее представление приезжих артистов когда же народ собрался на площади открылся занавес а за ним висело полотно на котором было написано 1 апреля никому не верь на этом представлении был сам пётр первый он совсем даже не разозлился а сказал вольность комедиантов кстати о комедиантах мне всегда очень нравилось слушать наших артистов цирковых тех кто имеет какое-то отношение к профессии в том числе и телевизионщики которые рассказывают ну былицы не былицы а из жизни своей творческой профессиональной я не хочу остаться сегодня в стране расскажу вам один интересный розыгрыш который ну произошел несколько лет назад мы пригласили на запись студию одну известную супружескую пару актерскую они пришли к нам в студию со своей маленькой внучкой и и просто не с кем было оставить дома и вот идет работа в студии мы пишем интервью все очень интересно потом приехали родители девочки забрали и и мы продолжаем работать и тут по громкой связи наш звукарь говорит уважаемые гости извините пожалуйста но у нас произошел технический сбой и теперь программу мы должны полностью переписать гости растерялись как как каким образом уже мы же отдали ребенка родителям где мы теперь внучку возьмем на что я им говорю а давайте мы первую попавшуюся маму с девочкой такого же возраста как какой был вашей внучки позовем студию и мы сделайте вид что это была ваша внучка не очень расстроились и в общем-то мы быстренько постарались выйти из ситуации сказать что это была первая апрельская шутка ну а дальше слушаем наших актеров в феврале 23 года мы давали воды вилле чехова и случается такое даже уже матерых профессиональных актеров когда ты выходишь и белый лист и полностью вообще ничего не помнишь я же надеюсь на партнера подхожу к своему партнеру я говорю слушай было дальше я не помню у меня белый лист и невероятно жесткий невероятно жесткий случай я сам ничего не помню отстань от меня разворачивается и уходит ну естественно это вот какие-то буквально несколько даже не минута секунд там буквально где-то в течение минуты это все дело происходит и все равно включается какая-то непонятная сверху так так приходит и хоть хоть какой-то текст за который можно зацепиться вспоминаешь и пошел пошел работать дальше такие курьезные интересные смешные случаи даже в процессе работы случаются зритель просит работница говорит повесьте пожалуйста мою куртку нет у вас петли нету ну за капюшон повесьте нет у вас нет петли ну пожалуйста повесьте как-нибудь сейчас спектакль начнется нет не начнется видите вон с актеры сидят петли пришиваясь провинциальный театр народу мало не каждый день приходит звонок в кассу здравствуйте здравствуйте скажите пожалуйста а что у вас сегодня ну на сегодня король мир король ли да это что ну это трагедия шекспира короли скажите пожалуйста а во сколько начнется спектакль 76 а извините а во сколько вам надо телевизионная жизнь она по-своему очень такая интересная творческая яркая и очень запоминаются наши записи наши передачи наши съемки если где-то вот в какой-то профессии вот где-то в какой-то работе забываются и не видно ляпов а у нас это телевидение это прям видно если допускаешь такую ошибку я вот хочу сегодня вспомнить момент когда но если честно телевизионная жизнь она очень благодарная вот согласись наша жизнь она очень благодарна и после наших передач когда звонят тебе когда благодарят ой спасибо что вы есть за эту красивую программу очень хорошо ведете это такое удовольствие и вот в преддверии 1 апреля я помню мне звонит один мой очень благодарный телезритель и говорит за что мы тебя очень любим интересно я про себя подумала за что они меня так любят интересно и посмотрела я свой эфир а там я оказывается попрощалась не необычно как-то оказывается я говорю дорогие телезрители мы с вами прощаемся и до новых встреч в эфире обычно я так благодарила своих коллег и во время монтажа это пропустили а это увидели телезрители и вот за что меня любят оказывается это идет монтаж серьезная программа не обеденный перерыв и монтажер нашу будет отдыхать мы договоримся что два часа мы встречаемся два часа отходит беру сценарий спускаюсь вниз сижу жду звоню мурат ты где я занят и трубку кладет ладно всякое бывает думаю подожду еще сижу жду жарко кондиционера нет проходит минут десять но он же знаешь что на работу надо приходить я и что сижу звоню мурат ты где я на зеленом острове вот наглый какой я его сижу жду жду а он на зеленом острове гуляет а ты вообще на работу не собираешься возвращаться соревнования закончится я приду тут до меня доходят что я позвонила не монтажеру а мурату агипову который заместитель министра спорта вот и подошло к концу наше первоапрельское утро прощаясь с вами мне хочется вас попросить если вы вдруг кого-то сегодня будете разыгрывать или над кем-нибудь хотите пошутить пожалуйста делайте это по-доброму чтобы никого не обидеть до свидания и помните 1 апрель никому не верь